Добрый день, дорогие друзья! Сегодня канал кофе со вкусом Чернобыля в гостях у Александра Антропова, который пришел на Чернобыльской АЭС, если не ошибаюсь, оператором? Нет, инженер по монтажу наладки. Инженер по монтажу наладки, потом был представителем президента. Единственная атомная, по-моему, на постсоветском пространстве, которая имела своего представителя президента. Ну и о дальнейшей судьбе, и о работе мы сейчас и поговорим. Александр, откуда и когда вы приехали на Чернобыльской АЭС и почему? Закончил Томский политехнический институт, по направлению был направлен на Ленинградскую АЭС, но туда пришел отказ, потому что был уже женат. Сказали, мы вам не дадим квартиру и перераспределяйтесь в другое место. Это в каком году? Это был 80-й год. Я был на преддипломной практике на Курской АЭС. Ну и завкафедры Саламатов позвонил, сказал, что вот такие вот пироги, решайте проблемы сами. Поехал в Москву, долго перераспределялся из Минсредьмаша, потом был в Министерстве энергетики и распределился уже на Чернобыльской АЭС. Ну была договоренность, что меня возьмут Сиуром. Когда приехал сюда, уже мест Сиура на третий блок не было, уже все вакансии были заняты. То есть речь могла идти только о четвертом блоке. И пока был трудоустроен инженером по монтажу наладки как раз вот на третий блок реакторное отделение. Это было 3 октября 1980 года. В Припяти вопросов с квартирой не было проблем. В Припяти нам дали общежитие, как только жена приехала через год с сыном было общежитие, одна комната. Ну а потом, наверное, куда-то через два, в 1982 году мы получили квартиру. Двухкомнатную квартиру вполне нормально, в принципе проблем каких-то таких не испытывали. Ну тем более Чернобыль как раз строился очень активно. К апрелю 1986 вы уже кем работали? К апрелю 1986 я был уже заведующий отделом пропаганды и агитации горкома партии. Оба, а туда-то как? В реакторном цехе я был еще и комсоргом, потом был заместителем секретаря комитета комсомола атомной станции, был членом Совета молодых ученых и специалистов при ЦК ВЛКСМ. В 1983 году был избран первым старем Припятского горкома комсомола. А за месяц до аварии был утвержден должности заведующего отделом пропаганды и агитации Припятского горкома партии. То есть вот так вот из атомной энергетики в идеологическую сторону? Ну да, бывает такое. А потом обратно? Ну потом было обратно, но не так быстро. Как и где вы встретили в субботу 26-го? В субботу 26-го примерно в полшестого по экстренной связи, всех вызвали в горком партии, сообщили, что произошла авария. И с этого момента начались у нас трудовые будни, связанные, как сейчас принято называть, ликвидацией последствий аварии Тернобыльской станции. Эвакуация припяти? Ну естественно, эвакуация припяти легла непосредственно на наши плечи, потому что мы и занимались вот уже размещением в районах в Полесском, в Иванковском. Здесь уже больше помогали нам товарищи из тех районов, с райкомов партии, с райисполкомов, с обкома партии. А вот, кстати, про эвакуацию. Расскажите сам механизм, потому что, на мой взгляд, многие считают, что эвакуация это вот так вот, и все. А чего так долго? А почему так долго? А почему? Неужели нельзя было? Чего держали? То есть, насколько я читал, там и были, конечно, и Мездрав, как бы возражал, но сами организационные вопросы, как-то вот, у меня озвучивается, это не в тени, что стоит за тем, чтобы эвакуировать 50 тысяч. Ну, вот давайте начнем с того, что происходило. На станции произошла авария, и не сразу ведь в городе Припять стал радиационный фон, такой угрожающий, что нельзя было там находиться. То есть, прошло определенное время. Лисьий хвост, это направление было на поселок, ну, на Лесной, на Янов, на Чистогаловку, в том направлении. Припяти первые моменты не так сильно касалось, хотя, конечно, было уже повышение фона, но это было не критичное еще повышение фона. Потом собралась уже правительственная комиссия, приехал Щербина, здесь интересный такой факт был, когда помощник подходит ко мне, говорит, нам бы в гостиницу поселиться, но обычно местная власть сама сплатит. Я говорю, поселяйтесь в любой номер, а куда, а там, говорю, есть руководитель, я сейчас не помню, он у нас в Славутище потом жил, комсорг, в сказочном у нас был он, Витя, Витя, а вот фамилию сейчас не помню. Ну, можно поискать в архивах, где-то у меня это записано. Он оставался там и смотрел за гостиницей и в то же время готовил пищу для тех, кто в горкоме партии еще находились, а в то время находились и военные, и уже члены правительственной комиссии, ну, еще тогда не совсем правительственная комиссия, а были работники министерств, ведомств. Мы находились, он готовил еду, ну, естественно, с гостиницей отвечал, у него ключи все было, и помощник пришел, говорит, вот нам надо поселиться. Поселяйтесь, говорит, в любой номер, пожалуйста. У нас тут не занят, а у нас коммунизм. Ну, это было связано с тем, что первый момент, они просто не восприняли, что же такое происходит. Потом уже где-то в обед было понятно, что радиационная обстановка ухудшается, и надо принимать решение. И, наверное, где-то вот днем уже принято было решение, что да, надо делать эвакуацию, но пока оставили негласно, чтобы, в общем-то, не сеять никакую панику, а надо подготовиться. Что значит подготовиться? Надо было собрать транспорт, надо было определить, куда везти людей, чтобы их приняли, а не просто вывезти из города и бросить. Вечером этого же дня во всех АТП города Киева и области водители останавливали и направляли в сторону Чернобыля. Таким образом было собрано 1100 автобусов, они стояли от Чернобыля и до Киева. То есть практически вся вот эта вот трасса, она была заставлена автобусами, и было порядка около 200 еще автомашин, которые, в общем-то, и не потребовались. Кроме того, были несколько спаренных электричек и несколько ракет. То есть техники было вполне достаточно, чтобы 50-тысячный город вывезти. Ну, реально мы понимаем, что на момент аварии, может быть, и поменьше чуть-чуть было людей, кто-то уехал в отпуск, кто-то к родителям уехал, тем более прекрасные дни были, кто-то картошку поехал помогать копать и так далее. Но, тем не менее, расчеты делаются на максимальное количество, чтобы все было комфортно и все было нормально. Ночью надо было кормить людей. Здесь такие серьезные решения уже принимали, что как продукты и бесплатно. Ночью? Ночью, да, уже с 26 на 27. Ну, водителей надо кормить. Всегда же понял. Водители стоят, они же приехали, вечером должны быть в семьях покушать, а они голодные. И вот Тамара Кляпец, вы знаете, она была тогда замначальника Орса. Было принято решение, готовьте, потом все будем как-то решать эти все финансовые вопросы. Но должен быть сухпайок. То есть сухпайок – это значит колбаса, огурцы какие-то, помидоры, яйца. Ну, такое вот. Были сделаны эти пайки, их развозили, людям давали. То есть, ну, надо было как-то решать и эти вопросы такие простые, в общем-то. Параллельно шла работа, связанная с размещением людей. То есть, по планам гражданской обороны, в случае ядерной аварии, там, или в случае ядерного нападения, эвакуация города Припяти предполагалась Иванковский и Полесский район. Но ведь мы знаем, что никто с вами не беседует, что вот в случае аварии вы должны будете принять столько-то семей или столько-то людей. Понятно, что это происходит уже в процессе, когда уже всё это происходит. И параллельно, вот эти вот вторая половина дня 26-го и первая половина дня 27-го работали с конкретными жителями, чтобы определиться, в какой населённый пункт сколько можно привезти людей, чтобы их разместить, чтобы они там могли какое-то время пробыть. Но этим больше занимались уже те власти Полесского и Иванковского района. Мы оставались здесь, у нас были свои задачи, потому что надо было и с пострадавшими заниматься. Саша и Саулов их возил из Борисполя, потом в Москву их по самолётам везли. Нужно было решать и с медперсоналом. Кстати, вот о планах гражданской обороны, на такой случай всегда есть пакеты специальные, они «особая папка» назывались в то время, то есть они вскрываются в случае подобных инцидентов. Когда начали разбираться, а проблемы, а проблемы какие? Вот надо собрать, допустим, медиков, которые будут оказывать помощь, но медики уже задействованы. Часть. А другую часть мы не можем собрать, потому что у них маленькие дети, а их мужья находятся на станции. Да как их собрать? Не получается. Или, допустим, собрать аварийные бригады ремонтников. А как их собрать, если они на работе? И они там занимаются этим делом. То есть мы первое, что столкнулись, что планы гражданской обороны, вот то, что всё это теоретически писалось, оно непригодно. На практике не работает. На практике оно не работает. То есть это, кстати, это такая тема, которая не освещалась. Вот сколько я слежу за литературой, она нигде не освещалась, и каких-то выводов из этого, мне кажется, не сделано. Я думаю, что так же теоретически всё это пишется. А на практике ничего не работает. Итак, возвращаясь к эвакуации. Ночью я уже знал, что всё, эвакуация. Шёл домой, ну, отпустили часа на два поспать, потому что, ну, в здании горкома поспать невозможно было, уже людей было очень много. Я пришёл где-то часа в три или в четыре домой, разделся прям на входе, жене сказал, будет объявлена эвакуация, бежишь к товарищу и с ним будешь с детьми уезжать. Всё-таки дочке было один месяц, сыну было шесть лет, маленькие дети, она одна, меня, понятно, не будет. Но, говорю, ты ж только ни окна не открывай, ничего, вот сиди. Ну, это отдельная история, как она там всё это проходила. В шесть часов опять встал, пошёл на работу, то есть два часа поспал, пошёл опять на работу. Ну, и дальше, дальше уже начались подготовка к эвакуации. То есть все работники горкома партии, горосполкома были разбиты по микрорайонам. У меня был третий микрорайон, я отвечал за его эвакуацию. Ну, и в помощь кого? По планам гражданской обороны это одно, а здесь ничего нет. Поэтому в помощь только можно было взять работников ЖЭК. Пришёл я в ЖЭК третьего микрорайона, четыре или пять дворников, причём завязанных капитально. То есть так страшно, что мне стало страшно, когда я их увидел. Ну, подготовились. Подготовились, да. Из подручных материалов. Да, из подручных материалов навязали всё, что могли. Ну, а где ещё люди? А, говорит, где? У них маленькие дети, мы их отпустили, им же тоже надо будет эвакуироваться. Я говорю, ну, понятно. Ладно, значит, ваша задача – ничего не делать. Вот только вот, если можете, снимите, не пугайте людей. На всех мы всё равно не можем сейчас, ни лепестков у нас нету, ничего, ни масок нету, ничего этого. А ваша задача – вот будете ходить по микрорайону, каждый, кто где-то вам убирает, и сообщать, есть ли где какие инциденты, мне. Больше ничего от вас не требуется. А дальше я уже буду разбираться, принимать решения, что нужно делать. И вот так вот началась эвакуация. Поехали автобусы, тут был маленький инцидент, ну, вы Припяти не знаете, а вот там заезд был по центральной улице, по Ленина, а разъезд по обе стороны. То есть, это такое движение, получалось, по центру проходит, а потом на края, тогда автобусы не перекроют друг другу движение. Хотя Ленина, она такая большая, но тем не менее, вот это вот, было такое принято решение, что вот так надо развозить. И тут один полковник милиции начал что-то автобусы в другом направлении как-то направлять. Я говорю, почему вы это делаете? А кто вы такой? И так далее. А, что, молодой парень. То есть, мне было тогда, 86-й, 28 лет, выглядел намного еще моложе, чем 28 лет. Я вот такой-то, такой-то. Так, а в чем проблема, я говорю? Проблема в том, что вот это вот направление автобуса должно сейчас пойти на третий и на четвертый, на пятый микрорайон. То есть, вот таким вот образом. А почему вы говорите, что я не так делаю? Говорю, а вы их направляете опять во второй, но во второй уже все зашли автобусы. То есть, он пытался их развернуть у насосной второго подъема и опять на второй микрорайон. Ну, быстро мы урегулировали этот вопрос, автобусы пошли. Ну, надо сказать об атмосфере, наверное. Атмосфера это была, ну, я бы сказал, люди не воспринимали, что что-то произошло. Просто не воспринимали. То есть, молодежь на гитарах играла, пели песни, собирались в поход, никакая им эвакуация не нужна. Они уже гитары взяли, они котелки взяли, они взяли палатки и они собирались уходить в лес. Я говорю, ребята, не надо никакой лес, езжайте. Хорошо, мы поедем. Ну, я так понял, что они, конечно же, не поехали, потому что потом нам приходилось их потом вылавливать, когда они возвращались после турпоходов и вывозить. Ну, может, они просто не знали масштабов и относились к этому как к учебе какой-то? Нет, они не относились как к учебе. Не относились, потому что все понимали, что произошла авария, потому что было видно, если подняться на верхние этажи, можно было увидеть, что там действительно какая-то авария. Но просто радиация, она ведь не пахнет, она не стреляет, она не горит, она ничего, она ничто. Тем более те уровни, которые здесь, вот если, допустим, в высоких уровнях там хоть есть такое ощущение ионизации воздуха, по всей видимости, а здесь нет ничего, поэтому они не воспринимают, а тем более солнце, все цветет, птички поют, небо синее. То есть, благодать, то есть, первые такие прекрасные деньки, весенние деньки, и тут кто-то рассказывает о какой-то аварии, которая не пахнет и ничего здесь не происходит. Если я нормально чувствую, что должен убежать? Да, поэтому настроение, я бы сказал, вот такое какое-то было. Немножко такое эйфорическое и немножко такое не воспринимали люди, что это происходит серьезная какая-то авария. Были, конечно, и такие не совсем приятные инциденты, там бабушка умерла, ну она еще не умерла, она при смерти, и внучка говорит, я никуда с ней не поеду. Я говорю, ну как не поедешь, давай вот сейчас милиционеры придут, помогут на носилках, на скорой помощи, мы вас вывезем. Нет, нет, нет. Потом, хорошо, я поеду. Потом узнаю, что она не поехала. Но это я узнал через день или через два, когда уже город был эвакуирован, когда сообщили, звонят в горком парте и говорят, у нас бабушка уже умерла. Ну, говорю, Нате, здрасте. А как мне теперь? Мы же уже автобусы все отправили, техники, ничего нет. Ну, благо, благо, один автобус для вывоза тяжелобольных задержался, и он приехал значительно позже, и мы его держали. Были, конечно, и обычные автобусы, потому что люди подходили, и надо было их вывозить. Кто-то приехал с дачи, кто-то приехал с огородов, кто-то пришел из турпоходов. Этим автобусом мы ее вывозили. То есть, по сути дела, эвакуация растянулась на несколько дней. То есть, массовая, основная масса 27-го вывезли? Да, 27-го вывезли 98%, это точно. А остальные единичные еще? А остальные единичные случаи были даже после 10-го мая. Потому что оставшиеся уже совсем другие милиционеры, которые ездили уже на БТРах, военные, они возили им даже хлеб. Электричество было включено, телефоны работали, кстати. То есть, все было. А как же, говорят, АТС отключили? Отключили уже в мае. В мае и значительно позже. А вот отключили АТС в выход на межгород. То есть, и то, это не сразу во время аварии, а где-то часов, наверное, в 6-7 утра отключили. И даже первый автобус с автостанции, они ушли. Несмотря что авария, потому что еще, ну, мы только еще собирались, еще команд никаких не было, поэтому они ушли. Так что эвакуация прошла очень организованно, очень быстро. Конечно, потом, после эвакуации, было еще очень много проблем и забот. Кто-то не взял документы, хотя говорили, возьмите документы. Кто-то взял денег, там, рублей 15. Уже два дня прошло, три дня прошло. Как-то жить надо. И вот этим приходилось тоже заниматься и восстанавливать документы. Какие-то справки писали, чтобы получили потом документы. Приходилось решать вопрос одежды, потому что потом обнаружили, что у кого-то грязная одежда. Надо было снимать. Причем очень интересно было найдено решение по одежде. Все неликвиды с ателье, с пошивочных ателье. То есть, пиджак человек заказал, один рукав длиннее. Или чуть-чуть он перекошенный маленько. Он отказывается. Это все висит. Так вот, всю вот эту одежду все собрали и все сюда привезли. И ее потом людям раздавали. Ну, в принципе, ходить можно. Это с Ателья со Союза собирали? Нет, нет, с Киевской области. Киевской области. До этого было достаточно, потому что многие-то и нормальные взяли одежду. А кто-то вот, кому-то это не хватало. Ну, у меня, кстати, тоже такое было. Потому как, ну, вся одежда у меня тем более была грязная. Потому что я уезжал практически последним из Припяти. Я, Исаулов и Веселовский, второй секретарь горкома партии. Первый был в больнице в это время на операции. А вот мы втроем выезжали. Нас долго просили находиться там, чтобы люди спокойно относились, что нет мародерства, что советское... Кстати, а мародерства еще не было, да? В то время еще нет. В то время еще нет. Это значительно позже появилось мародерство. Когда уже люди начали привыкать и начали лезть. А май месяц этого еще не было. И думаю, что июнь еще не было. Вот уже позже там уже начали помаленьку. И все сильнее, сильнее, сильнее. А еще такой вопрос по эвакуации. Были ли какие-то квоты на атомной станции? Эвакуировали? Направляли работников? Да, это направляли. Направляли, но это было позже. Это не было связано с эвакуацией. Это было связано с тем, что, когда уже начали разбираться, что все, авария произошла, все люди не нужны на данный период. Поэтому давайте решайте вопрос, и в том числе и по работникам атомной станции. Каждый пусть решает со своим ведомством, кто где будет находиться. Кто будет находиться на Чернобыльской АЭС, а кто нет, то на другие атомные станции. По заводу Юпитер тоже отправляли, на Маяк, на другие объекты их ведомства. Также и по строителям, и по другим. То есть, по каждому министерству было расписано, и все направляли на другие объекты. Но это уже тех, кто не нужен, был на период первых месяцев. Часть из них... Скажем, на горячей стадии. Да, на горячей стадии. Часть из них, работники станции, их возвращали. Потом, когда они стали востребованы, их назад возвращали. И как же дальше сложилась Ваша судьба? Дальше я возглавлял в Иванковском районе штаб Припятского горкома гуросполкома. У нас было немного эвакуированных, но сейчас цифры, в принципе, можно это все найти. У меня здесь архивы еще сохранились. Решали сначала первое время по ним все вопросы, разыскивали. И, кстати, в этот период очень интересно получилось со связью. Порой звонят там откуда-нибудь, там с Анадыря или со Львова. Звонят, мы разыскиваем такого-то человека. Но у нас уже в каждом населенном пункте был старший. Старший сидел в сельской ради, рядом с головой. И если возникали какие-то вопросы, то есть все были на связи. Несмотря что мобильных телефонов не было, у нас связь была уже организована. И все люди, четко мы уже знали, сколько людей в каком населенном пункте, какие проблемы возникают, решали эти проблемы. Звонили. Вот мы разыскиваем такого-то родственника. Сейчас подождите. Смотрим по спискам, находим, соединяем, просим телефониста соединить с сельской радой того населенного пункта. Я говорю, ой, спасибо. И одна телефонистка даже мне помогла супругу найти. Ну, это было уже где-то под 9 мая, потому что она эвакуировалась, и я ее до 9 мая не мог найти. 2-го где-то мая приехали Легачев, Рыжков, Щербицкий, то есть все руководство Украины и почти все союза. Ну, Горбачева только не было. Я сидел в ДК, позвонили, говорят, идите докладывать. Ну, что докладывать? Ну, докладывать. Как вы же представляете, здесь Припятский горком партии. Секретаря здесь нету? Нету. Заведующий отделом вот вы. Значит, идите докладывать. Пришел, ну, сначала меня КГБ стоять, смотрю руки. Под курточку полезли, думаю, что-то опасно. Ну, тут хорошо, какой-то генерал выскочил из райкома партии. А, пропусти, пропусти, немедленно. Пришел туда, на листочек записали фамилию, имя, отчество, занесли, через минуту заходите докладывать. Ну, я доложил. Все, какие задачи, что делаем, как что прошло, чем занимаемся и так далее. Ну, поедемте с нами. Хорошо, понял. А у меня, мне дали машину с какого, не знаю, с какого-то предприятия. Это был пирожок «Москвич». А они все на таких серьезных машинах. Ну, а я пирожок «Москвич». Ну, я так аккуратненько, раз, и отстал. У вас, езжайте сами. Ну, да я бы за ними и не угнался. Как они ехали, как я ехал. Потом мы, когда такая вот фаза... А куда поехали-то? В Чернобыль. То есть дальше у них путь был в Чернобыль. Когда вот эта вот фаза первая прошла, связанная с людьми, то есть люди начали, уже поняли, что никакие не три дня начали разъезжаться, кто куда по родственникам и так далее. То тогда мы вернулись уже опять в Чернобыль, горком партии, и уже занимались уже другими задачами. Уже не эвакуированным населением. Занимались и вопросами быта тех, кого привлекали для ликвидации последствий аварии. Ну, надо заметить, что вот если говорить о Чернобыльской станции, то там проблем не было. Ну, все-таки структура сохранилась. У них пионерлагерь сказочный, то есть какая-то база была. То есть там начальники цехов есть. То есть где нет начальника цеха, есть заместитель. То есть есть структура, которая управляет коллективом, и в том числе решает вопросы бытовые и производственные. То много организаций, которые приезжали в зону, у них не было ничего. Нигде разместиться, нигде одеться, нигде как питаться. То есть различные бытовые вопросы. Здесь, конечно, вот на первых порах было очень много проблем. Проблемы какого характера? Ну, вот у меня была одна организация, гидроспецстроя, они располагались, чернобыльская ремонтная база флота. Это внизу, там, ну, если сверху от Чернобыля смотреть, то внизу там есть на острове, где мост. Там баржи сейчас еще до сих пор есть. Притопленные. Да, притопленные баржи. Вот на этом острове, трехэтажное что ли там здание, или двухэтажное здание, череп флота был. И они заселились туда, но жили безобразно. Просто безобразно. То есть вот они поработали на станции, приезжают в этой же одежде ложатся спать. Естественно, это все грязно, не переодевались, ничего. Даже здесь возник вопрос, не направят ли письмо на руководителя этой организации, партийную организацию по месту его учета. Ну, сами понимаете, если такое письмо придет, то... Поголовки не погладят. Ну, из партии, из работы это снимут, это однозначно. Рабочистую, билет на стол. Да, то есть там разбираться уже не будут. Пришло, если из Чернобыля такое письмо, разбираться не будет. Ну, и хороший парень вроде, молодой тоже, Сергей, как сейчас помню, фамилию уже не помню. Первый раз он не воспринял. А потом, когда я ему заготовку письма показал, смотрю, через два дня появились барьеры. То есть здесь в одной обуви, там в другой обуви, ого, уже порядок. Одежда уже разная появилась. То есть человек начал понимать, что да, здесь не шутят. Но я понимаю, что для них радиация это ничто. Это вообще они не понимали и не воспринимали. Поэтому они поначалу относились вот так. И приходилось их порой палками заставлять соблюдать нормы и правила радиационной безопасности. В этом отношении шахтеры молодцы. Вот у них было прекрасно. То есть они в школе располагались. У них мытье полов каждые два часа. Каждые два часа полы моют. Естественно, в тапочках ходят. В школе это они где были? В школе, вот где вот ресторан. И поворачиваем, как вот кинотеатр, ресторан в Чернобыле. А, в Чернобыль. Да, поворачиваем направо, туда, где ИПБ. Вот в том направлении. Вот там вот школа. Вот в этой школе они были. Но они изумительно просто молодцы. Вот им сказали, вот так вот должно быть. И они так и делали. Ну, здесь очень много помогали ребята-комсомольцы. Из ЦК комсомола было. Они с шахтерами очень много тесно работали. Ну, было и много других, мелких бытовых вопросов. Допустим, вот я недавно смотрел, супруга что-то вырывает из тетради. Что это такое вырываешь? Тут печку растапливать. Я говорю, ну, подожди, что это такое? Да, я посмотрю. Она, оказывается, мои дневники. Вырывает. Я говорю, ну, зачем ты это делаешь? Ну, бумага, говорит, мне нужна печка растопить. Ну, ладно. Ну, и так заглянул. Где-то октябрь месяц это был. Не работает два холодильника в столовой. Ну, что такое холодильники в столовой? Ну, значит, продукты там соответствующего качества. Приходилось и такими вопросами заниматься. Ну, надо сказать, что вот в то время любой звонок в Киев, в Москву, еще куда-то, моментальная реакция. Моментальная. То есть, через два часа приедут, начинают уже что-то делать. Вот с военными, да, с военными у нас не получалось. Ну, как-то Минздрав, видя, что мы занимаемся этой темой, и у нас хорошо получается, они попросили вот подключиться к ним и наведать то ли 25-ю бригаду, то ли 26-ю, и сейчас уже не помню. Я, Александр Сергеевич, ну, что я поеду туда? Это военные, мы там не имеем вообще никакого отношения к военным. Ну, говорит, я им пообещал, ну, съесть. Александр Сергеевич, это? Это Гомонюк Александр Сергеевич, это первый старик Припятского горкома партии. Он уже из больницы вышел в мае месяце, он уже подключился, и с мая месяца он возглавлял всю эту нашу деятельность. Приехали мы туда, обнаружили такие неприятнейшие вещи. На одеяле рентген. Ну, правда, вплотную. Ну, все равно. Так на одеяле лежал. Да, он под одеялом спит. Ну, вот такое вот безобразие было. Но, конечно, Минздрав там докладывал на заседание правительственной комиссии о таких фактах. Там все это как-то отрегулировали, но на военных мы повлиять не могли. И надо было как-то заниматься и непосредственно то, за что я отвечал, пропаганда и агитация. Это значит, это СМИ, это значит, радиогазеты. Ну, здесь мне помогали с области очень много. И с ЦК партии тогда Кравчук был секретарем по идеологии, и инструктора приезжали иногда. Ну, а больше, конечно, по телефону. Они выводили меня на нужных людей, и они мне решали. То есть, у меня непрерывно были корреспонденты, которые радиогазету вели. Непрерывно были корреспонденты, которые в газету материалы готовили. То есть, издавалась газета. Ну, и плюс комсомольцы, вот здесь я им очень благодарен постоянно. У ресторанов, у школ, у других объектов, где вот люди скапливаются, вот эти вот молнии, боевые листы. Кажется, вроде забытая форма работы. Абсолютно забытая форма работы. Сейчас бы она вообще не воспринялась, потому что сейчас интернет и всё прочее. А там она начала работать. Потому что люди находятся в вакууме, и у них нет ни телевидения, ничего. И здесь они видят какой-то боевой листок. А там написано, про них написано. И они приходят, смотрят. Или про тех, кого они знают. И они видят, что происходит. То есть, они начинают понимать, что здесь происходит вообще на площадке. По вот этим вот материалам. По радиогазете, по газете местной и по боевым вот этим листкам. Потом возникла идея, что надо как-то всё-таки людей маленечко психологически поддерживать. Не только газетами, журналами. И, кстати, и книги мы завозили, организовали завоз книг. И всю периодику, которая на Припять шла, мы сюда всё пустили. Ну, а куда? Она пропадает. Говорят, что она пропадает? Везите сюда. Людям будем раздавать, пусть читает. Ну, и возили. Возникла идея, что надо бы решить вопрос какой-то культурный. Чтобы кино пошло, чтобы какие-то концерты пошли. И этим пришлось заниматься. Причём первый концерт, ну, меня вывели на Укрконцерт, на все другие организации. Предложили то ли триабандуристов, то ли ещё что-то такое. Я говорю, а вы знаете, говорю, на Хрещатике у вас варьете есть. Нет, ты что, с ума сошёл? Варьете? Я говорю, пойдём, давайте. Там хорошо девчата танцуют. Привезли этих девчат, ребят молодых. ДК, это Чернобыльская ДК. Ну, не то, что взорвалась. Концертная яма полная. Все проходы люди лежат. Окна раскрыты. И в окна одни головы. И то по очереди друг друга выдёргивают, чтобы посмотреть, что же так происходит. Ну, так это всё им понравилось, вот, людям. Никто не помнил, что это варьете, это не совсем по-социалистически, по-коммунистически. Но говорят, о, смотри, там что-то интересное происходит. И вот эта вот тема, она пошла. Ну, потом, конечно, был и Кобзон, и Макаревич, и Пугачёва. Ну, это вы всё знаете. То есть, это много было концертов. Были, конечно, иногда и проблемки с этими концертами. Но, тем не менее, всё это двигалось. А проблемы какого характера? Ну, всякие проблемы. Ну, например, вот, когда Пугачёва выступала, у неё должен был концерт в Чернобыле один, а один в Зелёном мысе. Я уже не помню, по какой причине, то ли они опаздывали, то ли там с электричеством что-то у нас было. Потому что пригласительные билеты шара сдали. Ну, такую толпу собрать, это же хоть самым лучшим хотя бы раздать, хоть билетов. Не получается концерт один. Либо в Чернобыле надо проводить, либо на Зелёном мысе. Был такой Александр Валентинович Юркин, председатель правкома атомной станции, он говорит, давай мы всё-таки в Зелёном мысе организуем. Всё-таки в Зелёном мысе там... Нет, не в этом дело. Площадка большая. Здесь же ограниченный объём в ДК. А там мы можем, не ограничено, сколько сможет, столько там и... Говорю, это хорошо. Но тем, кому мы раздали билеты вот здесь, в Чернобыле, что мы с ними будем делать? Я, говорит, найду автобусы. Я говорю, ну давай, ищи. И решение, ну, где-то, наверное, час был у нас времени примерно. За этот час он решил вопрос автобусов. Мы собрали всех, кто пришёл на этот концерт, собрали, увезли в Чернобыль и решили проблему без напряжений. То есть, ну, так бы на следующий день, даже на уровне правительственное, сказали, вот сорвали, обещали и так далее и тому подобное. Были такие казусные случаи, например, это в мае месяц, на правительственной комиссии стал вопрос, что слишком много людей ездят. Всё, организовать всё по пропускам. То есть, въезд в зону, в Чернобыль. Много людей в зону и катаются. Ну да. А ездить не потому, что они хотят ехать, это не сталкеры, это люди, которых вызвали для какого-то решения вопросов. Но пока он ехал, уже необходимость в таком решении отпала. А он уже едет. Но он бы всё равно приехал. То есть, они таким образом бы ничего не решили. И встал вопрос, что по пропускам. Всё. И милиция никого не пускает, всех заворачивает, все приезжают в Иванков. А это начало, вот ещё, мая месяца. Естественно, на меня пальцем показывают. Вот тот с горкома партии, с Припятска. Вот к нему идите. К украйней. Одна машина, вторая, второй десяток машин. А что с ними делать? Никуда дозвониться не могу. И естественно, пошёл в типографию, напечатал пропуска. И всем выдаю. Он приезжает, в накладную написано «Чернобыль». На тебе пропуск. На тебе пропуск. Потом, через какое-то время, всё-таки, заработала нормальная система. Но первое время милиция говорила, «Нет, то не те пропуска. Вот такие должны быть». Ну, покажите, сейчас такие напечатают. Потом мне уже секретарь горковой партии, «Ну, ты, говорит, самозванец устроил такого, пропуска печатаешь. А что делать? Люди меня за горло взяли». Они же не просто так приехали. Конечно, они же не просто так приехали. Работать приехали. Вообще, конечно, в период Чернобыля, это тяжёлая, тяжёлая была работа. Ну, в какой-то мере, может быть, неинтересная. Интересная вот сейчас особенно. А тяжёлая, потому что психологически, ты не знаешь, что с твоей семьёй, как дети. Ты не имеешь квартиры, в которую ты можешь уехать и отдохнуть где-то. Ты работаешь по 16 часов. Ты спишь непонятно как-то, поспал, не поспал. Так а семья на тот момент где была? Семья была в Красноярске 26 уже тогда. То есть, когда я их 9 мая нашёл, я сказал, езжай к моим. Потому что там всё-таки отец атомщик и мама рентгенолог. Они всё знают. По крайней мере, хоть вас обследуют и хоть под каким-то контролем вы будете находиться. И они уехали туда, они там находились. И даже в июне месяце, в июле, мне дали отпуск дней на 15. Правда, через 10 дней меня через, по системе КПСС нашли и сказали назад. Потому что плену горкомной партии надо было проводить. Но, тем не менее, я туда прилетел. Отец, говоришь, ну какие у тебя туфли хорошие? Я говорю, пап, новые. Я только перед аварией их купил. Они у меня в шкафчике на работе лежали. Я в коробку эту всю забрал и вот только одел. А дай-ка я в них на работу скажу, померю. Да ну перестань, ты что, на вью? В коробочке лежали. В коробочке лежали. Приходит домой. Ну сынок, ты меня подставил. А что такое? Ну, говорит, дозиметристы измерили. Степан Прокопич, 5 тысяч по бета. Ну, ты что? Как мы тебя выпустим? Мужики, вы что меня в носках выпустите, что ли? Пришел. Ничего себе. Пришел. Ну и на мусорку их аккуратненько. Так, в ядро у нас мусорная машина подходит. И вечером можно выкинуть. А тут сын, его внук. Деда, деда, ты зачем папкины новые туфли выкидываешь? Иди отсюда, иди, молчи, молчи, никому не говори. Вот такой вот был случай. Ну, это отдельная история. Период 86-87 годов. Это можно говорить долго. Наверное, к следующей жизни перейдем. Ну, давайте. А следующая жизнь когда началась? Следующая началась в 86-м, в конце года, в ноябре. Когда уже поняли, что мы перебрали все допустимые дозы, нас начали помаленьку выводить. Потому что мы же, если правительственная комиссия, они хоть менялись, мы же не менялись совсем, то есть мы постоянно там находились. Меня назначили инструктором Киевского обкома партии. И два года я работал в отдел промышленности Киевского обкома партии. Потом он назывался экономистский отдел обкома партии. Курировал энергетику. Ну и опять же продолжал курировать все, что творилось на площадке Чернобыльской станции. Это комбинат, это Чернобыльская АЭС, это формирование, это дозы, это строительство города Славутича. Недавно он смотрел, у меня есть такие брошюры, которые я готовил для секретаря обкома партии. То есть проценты освоения по кварталам, кто перебрал 25 БР, какая средняя, так вот средняя доза на октябрь месяц по работникам станции 6,62. Вот это было среднее. Более 400 человек, более 25 БР, из работающих. Тут не учитываются те, кто выведены, а только те, кто продолжал работать. В какой-то период, ну, наверное, некоторые у нас руководители, я так скажу, оборзели просто. Доходило до того, что секретарей референтов, женщин, возили самолетами на вахту с Дальнего Востока. В Чернобыль. За государственный счет. Были случаи, когда в одной из гостиниц Киева целый этаж был полностью завизервирован из-за комбинатом, и они там бульбенили, как хотели. Когда меня направили, возглавил я комиссию по изучению всех этих фактов и вообще по анализу деятельности, конечно, с рядом руководителей пришлось расстаться. Очень серьезные изменения структуры производили. Изменения структуры, это всегда связано с сокращением людей, это всегда болезненно, это всегда тяжело. Плюс самый тяжелый момент, это связанный с тем, что людям дали жилье в Киеве, а потом говорят, поехали в Славутич. Они говорят, ну что ли, что ли? Вполне в этот момент, да. Он прекрасно понял, он столкнулся с этой проблемой в Припяти, что на намоенных песках можно строить через определенное время. И чем быстрее ты намоешь, тем быстрее можно строить. Второй вариант был, рассматривался это район Зеленого мыса. Третий вариант рассматривался Иванков. Четвертый вариант рассматривался Выжгород. Мне больше всего нравился Выжгород. Причем, на мой взгляд, вообще не надо бы ничего бы строить, потому что люди и так уже получили жилье в Киеве, и до Выжгорода общественным транспортом они свободным добрались. А с Выжгорода предполагалось построить скоростную электричку, которая бы шла не через Иванков, а сокращенный путь. А сокращенный путь, ну, расчеты показывали, что час-час двадцать. Так это прекрасно, час-час двадцать. Но вот видно психология, что при атомной станции должен быть свой город, свой коллектив. Вот это вот преобладало, и все-таки нет-нет-нет, надо строить, вот там-там-там-там. Ну, а в конечном итоге получилось даже не на якоре. Минздрав сказал, что зона очистных, тут неправильно, что город будет выше Киева стоять, и грязь будет попадать. Да какая грязь? Оно и так через очистные все идет. Как оно есть, так оно и осталось. Ничего не изменилось. Но тем не менее, заставили перенести город там, туда, где он есть. И в пятно, по сути дела. И в пятно, но потом уже было видно, им стыдно голос подать, что в пятно посадили, потому что Щербина бы уже не простил бы. Ах, вам там не идет, и здесь не идет, он бы точно голову поотворачивал бы. Он крутой мужик был, Борис Евдокимович. Такие вещи не прощал. Я несколько раз наблюдал на правительственной комиссии, когда он говорит, так, этого убрать. Какое министерство такое, прислать нового завтра, чтобы был новый человек. То есть, решал очень быстро кадровые вопросы. Была дисциплина. Ну, по делу, а не просто так. Конечно, конечно. Ну, не просто там не понравился внешний вид, а по делу, конечно, по делу. Поэтому следующая жизнь была моя такая, вот тоже не совсем легкая, психологически даже сложная. Но здесь я многому очень научился, потому что все-таки обком партии – это совсем другой уровень. Здесь и готовил материалы и для секретаря обкома партии на заседание Политбюро с постановочными вопросами, которые важны и для Киевской области, и для Чернобыльской станции, и для Славутича. Ну, а потом следующая жизнь была. Ну, а это уже когда стал вопрос, что, наверное, это неправильно, что партийные органы рулят. Наверное, должно быть все по-другому. Ну, вы помните эти времена. Я тогда пришел к секретарю обкома партии и сказал, отпустите меня назад. Да ты что, как это, Сапкова партия назад, ты что, что ты такое говоришь? Как минимум давать директорам куда-нибудь тебя на какую-нибудь производство? Нет, я не хочу. Было предложение в Верховную Раду, в комитет возглавить там, где Миша Борисюк сейчас работает, он возглавляет, вот в этот вот комитет. Я говорю, нет, спасибо. Было в исполком, в Киево был исполком. Говорю, нет, верните меня назад, пожалуйста, дайте мне поработать на атомной станции. Я уехал тогда назад на Чернобыльскую станцию на должность СИУРа. Это в каком году? Это 88-й год. Ну, а там уже долго-долго-долго-долго работал. СИУР, потом начальник смены реакторного цеха, ну, естественно, при подготовке на начальника смены блока, начальник смены турбинного цеха, ну, как положено, то есть по всем этим должностям прошел. Потом начальник смены блока, начальник реакторного цеха. Ну, вы же наверняка касались вопросов самой аварии. Естественно. И изучали, есть свое мнение. Конечно. Ну, оно полностью совпадает с официальным, которое сегодня существует, с сомнением МАГАТЭ. Это однозначно. Единственное, что неоднозначно, почему никто из тех, кто допустил такие конструктивные промахи, и которые знали об этих промахах, ведь Ядрихинский сообщал, что вот есть такие проблемы, да и не только он говорил об этих проблемах. Когда я в июле приехал в Красноярск-26, мне отец сразу сказал, это проявление парового коэффициента реактивности. То есть, они на своих реакторах видели это всё в средь МАШ. То есть, учитывая то, что там реактор это не по выработке электроэнергии. Ну, а какая разница, это всё равно графитовые реакторы. Всё равно соотношение графит, замедлитель, поглотитель, всё это очень близко. И эти эффекты, они тоже присутствовали. И именно из тех реакторов ведь создавали РБМК. Но дело в том, что вопросом парового коэффициента реактивности, ну, знали, что есть такое, знали его величину, но сильно ему не придавали значения. Считали, что отрицательный мощностной эффект топливный поглотит все эти проявления парового эффекта. То есть, суммарно считали, что будет всё хорошо, но оно оказалось нехорошо. Но никто из разработчиков, которые знали о концевом эффекте реактивности на стержнях и о том, что в период кампании, когда вот первый период альфа-фи, то есть паровой коэффициент реактивности в несколько бета превращался, все это знали. Но мер не предпринимали. Понятно, что это было дорого. И вот, наверное, вы читали вот эту вот стенограмму заседания Политбюро, где там и Александров выступал, и все остальные. Когда обычные практики-атомщики говорили, нет, теперь мы не знаем, возможно ли что-либо сделать. Александров сказал, голову на отсечение даю, что мы решим проблему, и он будет безопасным. То есть, у них наработки уже были. Я больше чем уверен, что на момент аварии у них наработки были, но не было политического решения, что давайте реализуем. Слишком дорого получалось. А потом пришлось реализовывать это всё. А как Вы думаете, сильно ли Дятлов повлиял на сам процесс, к тому, как шли к аварии? Дятлов замечательный руководитель. Продиктовал, заставил. Немножко жёсткий. Это был мой первый начальник цеха. Я именно в реакторный цех номер два пришёл и работал с Дятловым, с Грищенко, с Ситниковым, с Чугуновым. Это все вот Коваленко, все вот эти вот ребята, все мужики, черепа. Вот я у них учился. Это прекраснейшие, грамотные люди, очень знающие люди. И мне очень много они, кстати, доверяли. Был случай, когда мы вот уже должны были выходить на пуск. Уже видно было, что вот пуск реактора, физпуск делать. А только приходят чертежи, что не хватает у нас двух систем безопасности. Система удаления водорода, вообще её нету. Ну и с УПАКом проблемы возникли. Это третий блок. Установка подавления активности контура. С УПАКом возникли проблемы, теплообменники замерзают. То есть там они должны хотя бы 12 часов позволять прокачивать воздух, который напитан всякими ксенонами, криптонами, охлаждать его, чтобы выморозить всю лишнюю влагу. А потом эти криптоны, ксеноны должны на активированном угле были останавливаться и какое-то время там находиться, чтобы распас. Он не работает. Он пару часов замораживается. Система не рабочая. Но Женя Тихонов тогда предложил, он в цехе наладки работал, предложил переобвязку теплообменников сделать, по-другому потоки организовать и должно получиться. То есть он полностью всю вот эту идеологию ввёл, все эти расчёты делал. Ну а потом мне приходилось договариваться с ЮТЭМом находить. Где-то там сэкономили деньги, где-то здесь, а вот это вот делайте давайте. И реализовывали, в конечном итоге добились, что оно работало. А вторая установка была система удаления водорода. Там только чертежи. Кизима сказал, я строительную часть сделаю. А монтажные, то есть оборудование, а оно ещё не заказано даже. А как же пускать, если оборудования нет? Дятлов меня вызывает и говорит, ты вот молодой, вот бери вот чертежи какие есть, разбирайся. И давай черти. А, ещё Климов Сергей, вот покойный. Вот тебе в помощь старший мастер Климов, он знает, где какое оборудование в отделе оборудования лежит. С ним будете ходить, искать, подбирать и что-нибудь придумать должны. И ты должен начертить. Я говорю, вы что, я что, институт? Не знаю ничего. А кто будет проверять, подписывать? Это не твоё дело, ты самое главное начертил. Ну пошли мы с ним искать, нашли и арматуры очень много, и трубопроводов очень много. Причём я всегда ходил и смотрел потом на эту систему и чуть ли не плакал. Там задвижки, сельфонный вентиль на диаметрах 100 мм, допустим, он рассчитан на 100 атмосфер. А там рабочее значение, 4 атмосферы. Вы представляете разницу между вентилем на 4 атмосферы и на 100 атмосфер? Это примерно даже не Мерседес и Запорожец. Это, наверное, как Мерседес и Болтик. Вот примерно вот такое соотношение. Но тем не менее, а что делать? Такая задвижка есть, такой вентиль есть. А вот то, что надо, того нету. Ну будет, да. Ну неэкономно, да. Ну а что, экономнее будет, что блок будет стоять, а мы будем ждать пока оно всё это. Нашли какие-то теплообменники. С ЮТЭМовцами договорился, там переобвязку этих теплообменников сделали. Влагоотделитель вообще-то начертил на коленке почти и сварили из трубы, так влагоотделитель. Всё это сделали. А как раз приезжает Конвис, главный инженер проекта, с гидропроекта, с Москвы. И приезжает зав. отделением, которое именно за эту систему отвечает. Я в эти чертежи, всё посмотрю, всё подписано, всё в дело. Конечно, говорю, с запасом по прочности, тут всё сделано. Вот такая вот была ситуация. Поэтому Дятлова я знал очень хорошо, так же, как и всех других. Я с очень уважением, с большим отношусь к ним. Да, действительно, молодёжь, которая с ним вот так вот тесно не работала. Я практически каждый день с ним порой по несколько часов вместе был. Конечно, она была подвержена его психологическому воздействию, его давлению. Он мог психологически надавить. Но не думаю, что это как-то повлияло на аварию. Не думаю. Оно просто уже в таком состоянии было, активная зона, что оно должно было так случиться. И активная зона, и система управления. То есть не в Дятлове дело здесь. Он как руководитель испытаний мог от них отказаться? А основания? Или он не видел тех оснований? А для чего? Ни оснований нету. И наоборот, это ведь программа, направленная на повышение безопасности. Мы же прекрасно понимаем, что если у нас отказывает по общей причине, электроснабжение теряется, а нам нужно обеспечить охлаждение активной зоны, на выбеге турбины мы получаем прекраснейшую возможность первые мгновения, пока ещё не запустились, не развернулись все системы и дизель-генератор охлаждения активной зоны. Для безопасности это просто отлично. Поэтому нет никаких оснований не отказываться. И надо было это делать, обязательно надо было делать. Но мощность же уронили практически до ныря, и потом поднимали. Ну, понимаете, ведь... Чуть ли не в четыре руки. Формально можно говорить об этом, но с точки зрения регламента, инструкции, никаких запретов нет. Вот на тот период никаких запретов нет. То есть не было ничего, чтобы говорило о том, что надо прекращать. Да, формально, ну, можно так рассматривать, что да, вот почти до нуля, а здесь написано, что вот... Вернее, не написано, что так вот нельзя, поэтому давать консервативно. Но это, а может быть, а как бы. Это неправильно. В тот момент никто бы так не рассуждал. Поэтому смотрели, есть нарушение регламента, нет нарушения регламента. Позволяет дальше действовать нам? Позволяет. Всё, работаем. То есть он просто взял на себя ответственность? Как руководитель или как человек, который может взять эту ответственность на себя? Ну, понимаете, он может взять ответственность на себя, но и НСБ, он всегда тоже отвечает. Даже если против регламента главный инженер говорит ему, дело и так, а он знает, что это не соответствует регламенту, то НСБ сам может принять решение излучшить реактор. И не обращая на команды главного инженера или ещё кого-то. То есть здесь нельзя даже такие вещи говорить. Вопрос то, что вот программа маленечко так нарушена, но это программа. Программы очень часто нарушались, потому что предусмотреть всё в программе технически, но невозможно. Ни технически, ни организационно. В жизни всегда вносятся какие-то коррективы. Если это не противоречит регламенту, основному документу, который определяет безопасность эксплуатации установки, всё, остальное всё это разговоры. А повлияло ли на сам процесс испытаний и останова такого, то, что на половине мощности проработали практически день и вечер? Ну, повлияло в лучшую сторону только. Да? Конечно. Потому что мы же снизили, допустим, уровень мощности, идёт мощное отравление реактора. А потом, через какое-то время, выгорает это всё. И он уже разотравливается. То есть, вечером к ночи он уже лучше. Он уже по характеристикам лучше реактор становится. Как так сложилось, что вдруг появилась должность, это в 2001 году, по-моему, представителя президента? Ну, наверное, здесь во многом и Владимир Петрович Вдовиченко поспособствовал, что надо бы вот такую должность создать, ну и другие люди. А на тот момент вы были уже, наверное, начальником? Начальник смены, начальник реакторного цеха. Начальником реактора. Да, начальником реактора. Ну, может быть, здесь и моё выступление, когда Кочма приезжал на станцию, ну, тогда я довольно неплохо выступил, как мне потом говорили. Я деталей даже не знаю, не могу сказать. Другое дело, что не всем нравилась эта должность. Почему? Ну, много причин всяких. Ну, на станции я не думаю. Я думаю, что больше не совсем нравилась и в кабинете министров, и в министерстве. Вы понимаете, вот одно дело, когда министр или замминистра энергетики курирует атомную станцию, и больше туда никто ничего не лезет. Вот только он. И он фильтрует всю информацию, которая идёт выше. А тут появляется человек, который является независимым, он от министра никак не зависит, который может доложить, и причём на самый верх, напрямую, и президенту, и может доложить, и премьер-министру доложить какую-то другую информацию. Это очень неудобно. Ну, допустим, вот у нас была ситуация, допустим, с НДС, освобождение международной помощи от налога на добавленную стоимость. Долго-долго боролись с этим вопросом, не могли никак его решить. Но суть его заключается в том, что получается, что страны-доноры собирают деньги, дают Украине, а Украина потом с этих денег какую-то часть отстёгивает себе в бюджет. Нонсенс. Все говорят, ерунда какая-то, мы им даём бесплатно, а они отсюда ещё в бюджет, а с бюджета то ли воруют, то ли ещё, мы не знаем, чего они там с этим делают, но они берут наши деньги. Зачем? Ну, естественно, стал вопрос очень жёстко. Несколько раз пытались и заместители министров, и министры решать эту проблему, но никак не получалось. Я занимался тоже этой проблемой, и даже были ситуации, когда с Терёхиным за грудки хватались, и Азаров нас вот так вот распихивал. Причём Терёхин, с одной стороны, он говорил, всё, я помогу вам решить. Каким он тогда был? А он был тогда заместителем комитета по финансам и банковской деятельности, по-моему. Ну, серьёзно. Извлекленно, да. Ну, он говорит, всё, я помогу вам решить эту проблему, ну, давай, помогаю. Прописали. Нет, так не пойдёт. И прописывает свой вариант. Я с его формулировками прихожу в налоговую администрацию, а мне говорят, нет, ничего, вы не получите. Как не получим? Вот такие вот формулировки, вот здесь они есть, вот здесь они есть. И ничего здесь не получается. Освобождение никакого нет. Только по нулевой ставке надо освобождать. То есть по нулевой ставке НДС, причём на двух уровнях. Не полностью всех, а чтобы поднимался НДС на первых двух подрядчиков, подрядчик и субподрядчик, и вот им только вышкодовывать НДС. Если мы уходим ниже, то дальше контроль не можем осуществить. Не хватает у нас сил осуществить, и получаются дыры. И этих дыр все боятся. Я к Терёхину говорю, так не пойдёт. Надо вот так прописывать. По нулевой ставке, тем более, вот оно принято уже, для кого-то уже было принято такое. Нет, так не будет. И когда у Азарова мы вслепились, он, Николай Янович, мы же с вами договаривались, что хватит дыры делать. Нельзя им давать такую ставку. То есть, ну, неадекватное такое поведение, непонятное поведение. С одной стороны, вроде я вам помогу, а с другой стороны, я вам не помогу. Чего он хотел? Ну, откровенного не было, так сказано, ничего. Ну, вот такое поведение было. Ну, что ты хотел? По всей видимости, что ты хотел. И потом произошла такая ситуация, я написал уже и президенту не один раз по этому поводу. Когда Леонид Данилович был где-то в Европе, сейчас не помню, в какой стране. И ему сказали, вы решите эту проблему, потому что мы прекратим ведь финансирование. Логично. Ну, оно ж ненормально получается. После этого он по графику должен быть лететь куда-то в Среднюю Азию. Но вместо того он прилетает сюда, вызывает меня, в чем там проблема. Я рассказываю. Фу, что они, дураки такие. Так, совещание. Через день или через два дня совещание. Премьер-министр, конечно, главный налоговик Азаров в то время был. Министр энергетики, я. Министр финансов. Ну, может еще кто-то. То есть, вот человек 8-10 в пределах этого количества. После этого появляется распоряжение Азарова, опять же не в законе, а подзаконно. Но они начали его выполнять. Ну, потому что они же собирают эти налоги. А тут сам Азаров подписал. Я говорю, ну так завтра Азаров уйдет. Я опять ничего. Ну да. Ну, в конечном итоге, конечно, мы приняли этот закон. Но крови попортило оно очень много. Ну, много было таких нюансов. Взять хотя бы тот же всем известный проект арки над объектом укрытия. Там проблемы, две ключевые такие проблемы были, в которых мне приходилось участвовать. Первая проблема – это несоответствие нормативной базы западного, западных стран и наших. То есть, у них концептуальный проект. У нас нет такой стадии концептуального проекта. Вот в рамках данного проекта ТЭО – это и есть фаза, концептуальный проект. Вот когда вот эти вот хитросплетения придумали, пришел я к этому, фамилию уже забыл. Ну, строительная инспекция, и с ними, со строителями я разговариваю. Ну, что, пойдет такое? О, теперь нам все понятно будет. Все, тогда приняли постановление. Оно как-то начало шевелиться. 421-е, по-моему, память не изменяет уже времени, сколько прошло. Много она кровью попортила, это постановление. А второе, когда Штемберг говорит, слушай, вот, ну не успокоиться. Много у нас бизнесменов, которые на этих международных деньгах, которые вот связаны с этим проектом, сидят. Нам надо заручиться какими-то мощными вещами, чтобы концептуальный проект провести через Кабмин. И тогда была идея, что давай проведем большие несколько куралов. Это Академия медицинских наук, плюс вся медицина, плюс строители, инженерная академия, потом Академия наук, потом, ну, чуть-чуть ниже Кабинета министров. То есть, перед тем, как выносить документы на Кабинет министров, вице-премьеры собирают свою рабочую группу, и вот они там обсуждают. Вот, уже забыл, как она называется, эта структура. И вот это вот все вот проходили. Это, мало того, сначала встал вопрос, как мы этот концептуальный проект всем представим. Это штук 15, наверное, коробок вот этих, которые конфликтуют между собой. То есть, в одной читаешь так, в другой читаешь по-другому. Оно написано в разные года разными людьми, разными организациями, и оно не стыкуется никак. Я говорю, давай мы напишем маленький концептуальный проект на базе того, что вот это есть, но выберем то, что однозначное для нас. И вот тогда оно хоть как-то пойдет. Написали мы такой документ, я даже участвовал. Ну, писали каким образом? Это не написание было, а просто выдергивали какие-то фрагменты. Из одного тома выдергивали, сюда вставляли. Из другого сюда вставляли. И вот так вот набирали, 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 чтобы основа вся была, которая не вызывает у нас противоречий. И когда вот получился такой документ, с ним начали проводить вот эти вот заседания. Сначала с медиками, потом со строителями из Инженерной Академии Наук, потом в Академии Наука Патона, потом в Кабинете Министров. Все это прошли, потом смотрят, ага, уже остановить там не могут. И бумаги пошли на президента. Меня вызывают опять в администрацию, слушай, что-то говорят, вы там нарулили. Я говорю, что значит нарулили? Ну, дают мне эти письма почитать. Я говорю, о, понял. Ну, определяйте часа-полтора времени, будем разбираться. Ну, и людей, которые вот завязаны, я вам буду тут рассказывать, что это такое и так далее. Благо уже вот этот фильм первый появился, где это «Надвижка арки», вот это вот все. Собрал я людей, которые вот изъявили желание или которых назначили, что они должны быть. Провел им презентацию по концептуальному проекту, потом этот ролик пустил, где она наезжает. Фу, говорит, здорово-то как. Я говорю, а теперь смотрите, вот документы. Академия Наук, вот это Минздрав, медики. Вот это строители, вот это Инженерная Академия, вот это Академия Наук. А вот это Кабмин. И теперь давайте ваши письма, кто там чего-то там написал. Нет, нет, все, нет, забудь про эти письма. Нет этих письм больше. Вот тогда все, все, сопротивление закончилось, и тогда уже более-менее пошло. Ну, я понимаю, что там и дальше много было у ребят проблем, на стадии уже проекта, когда уже вот это все делалось. Но, тем не менее, мы знаем, что проект, в общем-то, реализован. Хотя дальше там еще очень много-много работы. Да, 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 я понимаю. А потом, в седьмом году, да, по-моему, или в пятом? Это было начало пятого года, когда переизбрали президент. Ну, до этого меня еще раз хотели снять, он меня недавно нашел. А за что? А вот ни за что. Ну, вот я могу даже вам письма эти показать, вон они лежат здесь рядом. Первое письмо написал Смышляев на Демина, на первого заместителя... А, он же тогда был директором? Нет, 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 Демин был в администрации... Нет, Смышляев я имею в виду. Смышляев был у нас директором на станции. Вот, я же говорил, был директором. Директором на станции. А Демин был, это первый заместитель главы администрации президента. Написал на него суть письма, ну, в общем-то, и второе письмо такое же, но только было от Киевской областной администрации, заместителем каким-то там подписано, что уже все вопросы решены, и потребностей в этой должности больше нет. Давайте мы ее сократим. То есть, ничего не могли инкриминировать, найти, чтобы вот, ну как сдвинуть. Но я же понимал прекрасно, что я им не даю к металлу лезть, не даю другими вещами заниматься, то есть, денежные вещи. Все потоки им перекрываю. Решили таким образом убрать. Демин меня приглашает, дает письма почитать. Я говорю, ну, интересно, я говорю. Так ко мне какие претензии? Да к тебе нет никаких здесь претензий. Я вот сижу и думаю, что это такое? Не, а что такое? Ну вот, говорит, заместитель Киевской областной администрации, он не ведет эти вопросы, он ведет вопросы сельского хозяйства. Почему он подписывает? Почему не голова администрации подписывает? Почему не тот заместитель? Почему этот подписывает? Я говорю, потому что вот нашли управляемого себе человека. Так я так и понимаю. На, эти письма, разбирайся сам с ними. И на этом закончилось. Но, тем не менее, попытка вот такая была, и она не один раз была. Были и другие попытки. Но там документов нету, потому что там чисто вот интриги и прочая всякая билетристика. Подковерная такая бывает. Да, да. Причем, я скажу, подковерная у нас это умеет очень здорово. Это очень классически у нас умеет это делать. Ну, в конечном итоге, при смене президента... Ну, при смене президента, естественно, все мы, заместители, постоянные представители президента, написали заявление в связи с прекращением полномочий. Просим уволить. И все, и на этом... А потом же, по-моему... Он же тогда как раз в Совете национальной безопасности вроде был. Он сначала стал постоянно представителем, а потом стал заступником секретаря. Или наоборот. Или так, или наоборот. А вы куда? Я ушел опять на станцию. Все дороги ведут? Да, все дороги ведут. Начальником цеха эксплуатации главного корпуса и внешних сооружений. Вот начальником поработал этого, так сказать, монстра цеха, который объединял себя и турбинный, и реакторный, и вентиляцию, и все внешние сооружения, то есть, включая БНС, АКС, дизельный, ГАЯТ. Ну, практически все. Ну, практически все. Кроме электрической части и таичной части. А все остальное... Вот оно... А, химцех не было. Да, химцех. Практически все. Ну, здесь мы по ряду позиций с Игорем Ивановичем Гравоткиным не сошлись. Ну, и я ушел потом уже... Ну, это компромиссное такое решение было найдено. Я ушел руководителем проекта и программ снятия с эксплуатации, вот водоем и охладитель вот этим занимался. Вот это был мой последний проект, которым я занимался, который также мне не дали довести до конца. Сказал, хватит, ну вас на хрен, занимайтесь сами. А чему? Ну, ситуация была такова, что проект предполагал, что надо осуществлять какой-то мониторинг. То есть, контролировать с точки зрения радиационной обстановки, чтобы ничего такого, отрицательных каких-то явлений не было. Ну, это логично это будет, да? Ну, руководство решило, что у них на это денег нет. Мало того, оно предполагало, что управляемое будет снижение, что мы постепенно снижаем уровень, не смотрим. То есть, все расчёты показывали, что должно быть всё нормально. Но всё-таки расчёты это расчёты, а на практике такого никто ж никогда не осуществлял. Но дорулились до того, что насосы на береговой насосной станции вышли все из строя. Там покупали по бешеным деньгам, а точнее заставили Гурдина купить запчасти для насосов. Эти запчасти оказались непригодными. То есть, некрасивая там ситуация. В конечном итоге закончилась она тем, что насосы перестали работать. То есть, механизма управлять этим процессом уже не осталось. Если бы какие-то нюансы возникли, то уже нет насоса включить и опять поднять уровень воды, и заэкранировать радиационный слой, и потом предпринять какие-то действия, и дальше продолжать. Ну, а значит, какой смысл там находиться и чего-то тут делать? Только получать оплеухи от ГК Яра? Да мне вроде как в моём возрасте, пройдя все эти круги, как-то даже неприятно, и как-то не по себе было. От такой перспективы, и поэтому я сказал, нет, до свидания. Пойду-ка я лучше. Вот, позанимаюсь вот этими беседками, вот этими стволиками, всё сам делаю. Поэтому здесь раньше старенький домик был, я из него сделал себе такой маэток, который мне позволяет чем-то заниматься, ездить на рыбалку, собирать грибы, выращивать какие-то вон. Жить в своё удовольствие. Ну, даже вон огород у меня есть, 0,1 или 0,1,5 сутки. Вы говорили в самом начале, что не сделано выводов и вообще каких-либо уроков по гражданской обороне. Вообще никаких. И по Чернобылю в том числе... Этой темой никто не занимался. Кстати, гражданская оборона, у меня был такой интересный случай. Мы тоже одними из первых начали людей поощрять какими-то благодарственными письмами, грамотами и так далее. Ну, когда это будет? И будет ли когда ордена и медали? Может и будет. Но человек сейчас приехал. И он сейчас приедет в свой коллектив, и ему надо показать, что он был, и он вот отмечен. Сначала это были на мелованной бумажке, маленькие такие адреса давали. Потом, когда уже более-менее раскрутилось все, я вышел на Украину на типографию, и мне распечатали такие красивые уже благодарности. Мы давали эти благодарности. Чуть позже уже кто-то в правительственной комиссии подсмотрел, сказали, что нифига себе, горком партии, горы с полком, вот какие вещи дают, а у нас ничего нету. И тогда ко мне помощники, ты где печатал? Там-там. Ну, и они уже распечатали, но у них двойная, большая такая была подяга. Ну, у нас чуть-чуть поменьше, но все равно, мы первыми были. И такая ситуация, я сижу в кабинете, а кабинеты, это сельхозтехника, по-моему, была в здании. И стол, стул, какой-то шкаф, больше ничего нету. Ну, и телефон прямой с первым старьем, и обычный звонить. Заходит маршал Советского Союза, ну, и приносит челобитную, вот таких прошу наградителей. Они у меня хорошо отработали, вот, можно вашу благодарность и так далее, и тому подобное. Да, хорошо, так. Открывается дверь, первый старьеркома партии, Гоманюк заглянул и уходит. Через минуту раздается звонок. Так, закончишь разговаривать, зайди срочно ко мне. Я, ну, ладно, все там, все сделаем, тогда вот я вам передам и так далее. Все договорились, все здесь закончили, я захожу к Гоманюку. У тебя какое звание? Я говорю, какое? Да вроде бы за неделю до аварии мне военком сказал, что пришли документы на старшего лейтенанта. А вообще еще в офицерском лейтенант. А у тебя кто сейчас был? Я говорю, вроде маршал. Ты вот маленько думай, ты сидишь лейтенант на стуле, а перед тобой стоит маршал. Ты хоть бы встал. Я говорю, Сергей, не подумал. О воинских званиях. О субординации и воинских званиях. Ну, я что-то как гражданское лицо сижу вообще-то. Ну, все равно, все-таки такой человек пришел, ну, хотя бы встать-то надо. Ну, просто иногда так загружен, там звонок, отсюда звонок, тысяча мыслей и все прочее. То есть, сразу несколько дел делаешь, не успеваешь. Ну, очень много было различных всяких дел. Ну, были такие вот казусы иногда. То есть, насколько я понимаю, самым горячим и богатым на всевозможные события был как раз таки 86-й год. Ну, да, конечно. Конечно. Он был самым тяжелым и самым таким насыщенным. Да, подписали акт о приемке. Ну, это же был уже как праздник воспринимался. Ну, в общем, да. Особенно управление 605-е, ну, конечно, герой. Я их всегда назвал все, герои. А с этим управлением у меня очень тесные отношения были. Во-первых, они были, все управление находилось на автовокзале в Чернобыле. А сельхозтехника, где мы находились, это буквально через дорогу на углу. Они только-только вот заехали. Ну, я пришел познакомиться, такой-то, такой-то, откуда, вот родом. Я говорю, да, вот с Красноярска, 26. Так я, говорит, с Красноярска, 26, а мать, а где работают? Я говорю, ну, там, там, там. У, я тебя сейчас организую. И мне организовали звонок ему на смену. Ничего себе. Ничего себе. Нифига себе, что так можно? У нас, говорит, можно. У нас можно. Я говорю, нифига себе, ну, спасибо. И вот мы как-то сдружились, а потом стал вопрос, ну, надо наглядную агитацию тоже что-то делать. Я выпросил художников через Госкино. Ну, говорю, фильмы же начали уже мы покрутить. У меня должны быть дежурные художники. Ведь раньше не было плакатов, что вот это вот как сейчас. Рисовали, а другие, что вот какой-то фрагмент или какое-то лицо и надпись. Вот такой-то фильм, начало-восточное. Вот у меня два художника постоянно были. И говорю, ребят, ну, давайте вот, надо сделать подвиг. А какой подвиг? Ну, говорю, большой плакат сделать, ну, так, чтобы вот лица три, в масках вот такие вот. Ну, вы, наверное, в фильмах видели, на углу автовокзала, вот такой, ну, метра, наверное, 4 в длину, метра полтора в высоту, такой огромный плакат. И три лица. Там военные, рабочие и в белой одежде. И вот эти вот лепестки здесь все, как положено. Ну, нарисовать-то нарисовали, но не подумали, что оно ж тяжелое. Потому что металлическая форма сваренная и листы это асбис, вот эти вот плита. Асбис плита, она тяжелая-тяжелая. Я звоню, слушай, ВС-605, мне бы солдата 3-4 надо. Надо закопать вот в этом месте, закопать. Вот красивое такое сделали, вот панно такое сделали. Надо вот обязательно поставить. Сейчас будут. Приходят низшее звание капитана. У них не было солдата. Капитан, два капитана, майор и еще кто-то, вот не помнит. И вот это вот два художника. Я, капитан и майор, вот этот вот панно тянем, вот этот здоровый вот щит. Притащили, выкопали яму, поставили. Ну, красиво получилось. После этого Щербина увидел, так, говорит, это хорошо, что вы сделали. А чё ж на Чернобыльской АЭС написано, работает на коммунизм. И там везде плакаты, где там третья очередь. Ну-ка давайте наводите и там порядок. Ох, ёлкипо. И началось. Это работает на коммунизм, Чернобыльская АЭС работает на коммунизм. Сначала положили, потом запустили, когда станцию пустили уже, первый блок. А что делать? Давай, наверное, поднимем, но без слова на коммунизм. Чернобыльская АЭС работает. Оно лучше так будет. Я вам очень благодарен. Спасибо большое. На этом мы закончим. Чайник ставим? Да, мы тут сейчас пока чай попьем. Ну, а мы будем жить долго и счастливо. До следующих выпусков.